Девятого февраля на реке Волге развернулась спасательная операция. На пульт главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение, что в районе Московского шоссе при въезде в Тверь в Волге тонет человек. Незамедлительно к месту ЧП выехали сотрудники ГИМС МЧС России и бригада аварийно-спасательная служба региона. Сотрудники ГИМС, начальник группы патрульной службы номер 2 Александр Рысев и начальник группы технического надзора Евгений Судаков прибыли к месту происшествия на судне на воздушной подушке. К этому моменту провалившийся под лед мужчина практически потерял силы. Рысев и Судаков бросили утопающему спасательную веревку и круг. Из последних сил мужчина ухватился за спассредство и его вытащили из полыньи. Доставленного на борт судна утопающего на берегу передали бригаде скорой медицинской помощи. Как выяснилось, 32-летний мужчина в этот день решил сократить дорогу и пошел через реку. Внезапно лед треснул, и мужчина провалился в воду. Только профессионализм и оперативность сотрудников МЧС спасли ему жизнь. К операции привлекались 20 человек и 7 единиц техники. А вот для водителя автомобиля, ушедшего под лед в Конаковском районе области, все закончилось трагически. Легковушка ушла под лед реки Шоша 5 февраля. Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из воды и передали полиции. Личность человека и обстоятельства ЧП устанавливаются. Еще раз предупреждаем. Лед коварен. Будьте предельно бдительны и не рискуйте своей жизнью. О работе в сфере охраны окружающей среды. По реализации поставленных президентом Российской Федерации и генеральным прокурором Российской Федерации задач по поддержке экономики и социальной сферы, исключение фактов необоснованного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательской деятельности, обеспечении экологической безопасности в Волжско-Каспийском бассейне, защите охраняемых законом интересов общества и государства, шла речь 9 февраля на расширенном заседании коллегии Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры. Прокурорским проверками выявлено более 21 тысяч нарушений федерального законодательства. В целях устранения внесено свыше 12 тысяч актов прокурорского реагирования. По нашим материалам возбуждено 214 уголовных дел. Наиболее активно пресекались преступные пресекательства на водные биоресурсы и леса. Противодействие преступности велось и по другим направлениям. Например, сферах охраны недр, почвы, атмосферного воздуха, обращения с отходами, а также связанные с хищением бюджетных средств. К дисциплинарной и административной ответственности повеличено более 4 тысяч лиц. В суды направлено более 1 400 исков и заявлений. Абсолютное большинство удовлетворено. Продолжено внедрение новой судебной практики по защите экологических прав граждан и интересов государства. Активизирована работа в сфере исполнения решений судов. Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц прокурорами направлено около 300 материалов проверок. Особенность Волжской прокуратуры – межсубъектовый характер деятельности. Сфера деятельности прокуроров – 17 регионов России. Весь Волжско-Каспийский бассейн. На нашей Тверской земле расположен исток Великой Волги. Именно здесь сотрудники Волжской международной природоохранной прокуратуры в 2022 году пресекли варварскую вырубку леса. Заказники площадью более 7 тысяч гектаров в радиусе 3-4 километров, который раскинулся, входят озера, болота и леса. В том числе и Осташковское лесничество. Именно там, где природоохранной прокуратурой была предотвращена вырубка зеленых насаждений. Речь идет о незаконно сформированном земельном участке сельхозназначения площадью более 200 гектаров. Раньше эта земля находилась во владении сельхозпредприятия. Потом перешла в частные руки. Выяснилось, что участок полностью входит в состав Осташковского лесничества. И находится в границах государственного природного заказника исток реки Волги. На момент прокурорской проверки субарендатор активно вел подготовку к вырубке леса. С целью возвращения земель лесного фонда в государственную собственность, природоохранная прокуратура обратилась в суд. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. В целях сохранения лесных ресурсов, также по требованию природоохранного прокурора, судом было наложено обеспечение в виде ареста земельного участка и запрета на произведение вырубки в данных лесах. Возвращение земель лесного фонда в собственность государства, внесение изменений в единый государственный реестр недвижимости находится на контроле природоохранной прокуратуры. А вот совсем недавний пример. О ситуации с вырубкой соснового бора в непосредственной близости от СНТ «Вираж» и «Межурка» мы подробно рассказывали в декабре прошлого года в патрульной службе. После нашего сюжета с комментарием исполняющего обязанности Тверского Межурайонного природоохранного прокурора вырубка леса приостановлена. 23 января этого года прокуратурой направлено исковое заявление в Калининский районный суд о том, что земельный участок, где проводились культурно-технические работы, имеет наложение на земли лесного фонда. В отношении еще двух участков, имеющих пересечения с границами земель лесного фонда, исковое заявление находится на рассмотрении в арбитражном суде Тверской области. О ходе рассмотрения этих дел мы расскажем в патрульной службе. За минувший год меры прокурорского реагирования способствовали возвращению в Государственный лесной фонд свыше 900 гектаров земель. Леса и парки, чистая вода и воздух – все это составляющие природного богатства страны, сохранение которого обеспечивает суверенитет нашего государства.